Привет, друзья! Сегодня необычный гость на канале GoMeU7mini. Есть ли жизнь в ультрабюджетном сегменте, кроме уже известных брендов? Давайте посмотрим. Честно, ожидал от него меньшего. Как бы странно не звучало, ведь стоимость около 90 долларов. Типичный ультрабюджетник. Но когда я его получил и опробовал, это уже тот случай, когда он слегка превзошел ожидания. 4,64 гигабайт памяти. Достаточно мощный процессор Helio X20. Такой, кстати, как ставили в первые Redmi Note 4, если вы помните. USB Type-C, металлическая рамка, стекло сзади и спереди с 2,5D скруглениями. И не очень нужные навороты с разблокировкой по райдушке глаз. Что в первую очередь настораживает? Это его имя. GoMe. Типа, идем со мной или что-то такое. Но покажите мне человека, который прочитает это название правильно. Один из десяти? Мольшинство назовет его GoMe. Короче, видно, что этот бренд делали китайцы. Ведь именно для нашего рынка это название немного не в тему, скажем так. Но стикеры и наклеечки никто не отменял. Ладно, это придирки, нас интересует сам смартфон. Коробочка у нас непривычно миниатюрная. Внутри сам смартфон в пакетике, наклеечки всякие и два мини-бокса. В одном у нас зарядник, которому продвес положил переходник на 5 вольт 2 ампера. Уже стандартно сегодня, хорошо, что не 1 ампер. Кабель USB Type-C. И переходник на наушники. Скрепка тоже на месте. Во втором у нас идет защитный силиконовый чехол. Внешне это действительно стильная штучка. Как для бюджетника и смотрится он действительно дорого. Если показать его незнающему человеку и сказать, что он стоит баксов, так 400-500 может и поверить. Во-первых, берешь в руку, сразу холодит металлическая рамка. Причем она текстурированная. Текстура в виде бронзовых полос по всей рамке. И они не только ощущаются на ощупь, но и усиливают ухватистость смартфона. Такой же бронзой окантована камера. На нижней грани симметричные прорези под динамик и микрофон. Динамик тут один и рукой не закрывается, если держать его горизонтально. Если вы играете, например, или смотрите видео. Также тут USB Type-C для зарядки и подключения к ПК. Сверху есть микрофон шумоподавления, индикатор событий тоже на месте, лоток комбинированный, две симки или симка и карта памяти. Но вряд ли вам нужна будет карта здесь, ведь тут у нас 64 гигабайт памяти. Кнопки немного нестандартные. Управление громкостью разделено на две отдельных клавиши. Питание также, но на питании есть рифление и тактильно разница ощутима. И вот на левой грани я обнаружил еще одну загадочную кнопку. За что же она отвечает, сначала подумал я. И что это за две камеры? Вот в чем был вопрос. Странно, что сзади одна камера, а спереди их две. Неужели для боке? В приложении камеры я такого пункта не нашел. Странно. А вот, что это за огромный датчик? В общем, потом, хорошенько помучав смартфон, я понял, что все это для разблокировки по сетчатке глаза. Если зайти в безопасность, тут есть такой пункт. Iris ID. Он не переведенный. Видимо, добавили к чистому Android. Но все очень просто и понятно. Сначала нужно добавить глаза. Странно звучит, правда? Вот этот датчик светит противным красным светом вам прямо в глаза. Узнает и разблокирует, кстати, очень быстро. Потому у нас два варианта. Отпечатком пальца, который тут, кстати, работает просто отлично. Ошибок практически ноль. И разблокировка происходит достаточно быстро, как для ультрабюджетника. То есть сканер тут реально качественный. И вот по глазам тоже можно разблокировать. Только у меня вопрос. Нахрена? Это что, смартфон Джеймса Бонда? Разве он на секретное задание брал бы с собой телефон за 80-90 долларов? Во-первых, не очень приятно, когда тебе в глаза светит какая-то хрень. И, наверное, не очень это и полезно для глаз. Во-вторых, все же это дольше, чем просто приложить палец. Потому я считаю этот функционал совершенно бесполезным. Такой себе маркетинговый ход. Для того, чтобы соблазнить потенциального покупателя таким наворотом. Не знаю, может кому-то и надо, но лучше бы реально что-то нужное улучшили. А улучшать есть что. Поговорим об этом чуть позже. А пока обратим внимание на камеру и заднюю крышку. Глазок камеры выпирают тут совершенно незначительное. И чехол, что идет с ним в комплекте, защитит ее от царапин. И, кстати, даже в чехле он смотрится достаточно стильно. Задняя крышка очень похожа на стекло. Производитель именно так и заявляет. Она не тонкая по ощущениям и вообще сборка монолитная. 2,5D скругления спереди и сзади. И все это в целом складывает впечатление дороговизны. Но есть нюанс. Во-первых, он скользкий. Положить, например, на диван с неровной поверхностью без чехла. И он уедет кататься. Во-вторых, собирает отпечатки. Но это у большинства такое дело. Как тут не одеть чехол? Экран по ощущениям имеет олеофобку. Палец скользит нормально. И капелькой я тоже решил проверить. И мы видим, что она тоже ездит хорошо. Боковые рамки достаточно узкие. Верхняя и нижняя не то что гигантские. Но они немного больше, чем сейчас модно. Зато нет выреза. И заметьте, что углы экрана квадратные, а не закругленные. Это классика. Даже, скажем так, вымирающая классика. Дисплей HD на 5,47 дюйма. То есть смартфон не огромный, а достаточно компактных размеров. И потому в руке сидит удобно. Я даже до края экрана пальцем достаю. Вместе с тем он широкоформатный. В современных трендах 18 к 9. Что я могу сказать о качестве дисплея? Он отличный как для своей цены. Прослойки между самим дисплеем и стеклом нет. Углы обзора, конечно, не флагманские. Под острыми углами есть некоторая инверсия. Но я не сказал бы, что она очень критичная и не доставляет дискомфорт. В настройках есть Miravision, что позволит сделать цвета более насыщенными или наоборот. И полезная фишка уменьшение синего свечения. Я сразу сделал дисплей теплее. Хоть баланс белого тут правильный и не завален в синеву или желтизну. Что не понравилось, так это то, что как и в большинстве дешевых смартфонов, нижний порог яркости завышен. И в полной темноте будет очень ярко. А вообще, к слову, в принципе нежелательно пользоваться в полной темноте телефоном. Это в любом случае вредно для глаз. Верхний порог яркости комфортный. В целом данный дисплей за свою стоимость вполне годный. Теперь о внутрянке. Скажу сразу, что особых тормозов и лаг за время использования я не замечал. Вот они, 4 гигабайта оперативной памяти в деле и целых 64 встроенной. Держим, кстати, в уме ценник. Процессор Helio X20 имеет аж 10 ядер, что позволяет быть ему довольно шустрым. Он мне хорошо знаком еще со времен Redmi Note 4 двухлетней давности. У моего друга нас с тех пор до сих пор работает и не думает сдаваться. Так вот, данный проц не игровой, конечно, из-за слабого видеоускорителя. Но в задачах быстродействия оболочки он очень хорош. Запускал танки, благодаря HD разрешению можно спокойно играть на минимальных и даже средних настройках. А вот что касается PUBG, то игра очень плохо оптимизирована под данное железо. И играть в нее просто нереально. Wi-Fi, кстати, поддерживает только один диапазон. 2,4 ГГц. И с моим роутером подружился вроде бы. Но в той же игре танки я часто замечал пинг с задержкой, другими словами. Чего в это же время не было на другом смартфоне, например. Может дело конкретно в моем роутере, а может и в ПО смартфона. Более легкие игры тянет без проблем. Камера. Вот мы и добрались до главной ахиллесовой пяты данного смартфона. Но не может быть столь дешевый смартфон хорош во всех аспектах. Основная камера, максимум на что вам сгодится, это для того, чтобы сфоткать текст какой-то. А так шумы, даже при хорошем освещении. Можно сказать, что она тут для галочки. Пример записи на камеру Go Mi U7 Mini. Вот такое у нас качество. Баланс белого плюс-минус правильный. Небо немножко пересвечено. На самом деле оно более синее. Ну что сказать, камера очень бюджетная. Full HD 30 кадров. Но что-то запечатлеть все-таки можно. Стабилизации, конечно же, нет. То же самое можно сказать и о фронталке. Именно потому я задаюсь вопросом, для чего тратить время и средства на второстепенные функции, типа разблокировки по глазам. Да еще и ПО для этого тоже нужно было разработать. И еще одна сканирующая камера. Поставили бы лучше более качественную основную и фронтальную камеру. Или может все-таки это смартфон для агента 007. Вспышка разве что на роль фонарика пойдет. Она тут довольно яркая. Разговорный динамик довольно хороший. Связь во время разговора тоже, кстати, держит хорошо. Также поддерживает 4G на нужных нам бендах, третьем и седьмом. Внешний динамик тоже на нормальном уровне. Нет большого объема, но я смотрел видосики на YouTube и дискомфорта не было вообще. И слышно все хорошо. Как вы поняли, разъема под 3.5 миниджек тут нет. И нужен переходник. Слушал музыку с YouTube. И что я заметил, громкости вполне достаточно для проводных внутриканальных ушей. Качество звука, как по мне, тоже более-менее хорошее. По крайней мере, слушал некоторые другие ультрабюджетники. И там явно в частотах каша. А тут есть некий баланс. А вот стрёмные стандартные звуки при съемке, фокусировке и так далее, желательно по возможности отключить. Это ужас просто. И к слову ОПО. У нас тут Android 7.1.1. Обновление, по идее, должно быть. Но будет ли, покажет время. От бюджетников можно всего ожидать. Но стандартный функционал чистого Android на месте. Все очень-очень просто и интуитивно понятно. Есть некоторые настройки. Экран. В автономности можно выставлять сбалансированный режим или производительный. Хотя я большой разницы не заметил. Уведомления приходят исправно. К кнопкам быстро привыкнуть можно. И в силу того, что тянуться далеко не нужно, даже удобно. И к автономности. Аккумулятор заявлен на 2900 мА. И как мы понимаем, это далеко не рекорд. Простое сильного жора я не замечал. А под нагрузками жор ощущается хорошо. За полчаса игры в танки разряд составил 12%. За полчаса просмотра YouTube 8%. В играх чуть выше среднего, а в YouTube где-то средний показатель. Если заряжать родным зарядником с нуля, то за полчаса будет плюс 37%. За час 75%. За час 20-90. И потом каждые 10 минут добавляет по 3%. За час 52 минуты заряд был полный. Что есть в принципе норма. Вывод какой? При средней нагрузке в соцсети серфинг, музыка хватать будет на день. Не более. Если же играть и смотреть много видео, в любом случае придется подзаряжать днем. Как итог, что мы имеем из плюсов? Конечно же цена. Стильный внешний вид и недешевые материалы корпуса. Довольно неплохая сборка. Целых 4,64 гигабайт памяти. Довольно шустрый процессор, хоть и не игровой, и не самый свежий. Но всяко лучше, чем MTK6580. Телефоны на которых до сих пор выпускаются и продаются. Экран довольно хороший, с 2,5 для скруглениями, как и спинка кстати. Олеофобка есть. Но недостаток, который я озвучивал, завышенный минимальный уровень яркости. Разъем USB Type-C в этой ценовой категории, это пока что диковинка, но он тут есть. Звук тоже отнесем к плюсам с небольшой натяжкой. Из недостатков в первую очередь камеры. Основная заявлена как 13 мегапикселей, фронталка 16. Но они явно очень слабые. Хотелось бы лучше. Но бюджетники они такие. Батареи. Не хватает для полного счастья, тут каких-то хотя бы 500 мА. Но если не выжимать все соки играми и видосами, то день будет жить. И эти противные стандартные звуки тоже в топку. Также отметим вход по 3-5 миниджек, которого тут нет. А жаль. Ну и сканер глаз. Это уже на ваш суд. Пишите в комментах, нужна ли вам такая дичь в смартфоне. По-моему поиграться два раза и забыть. Ссылку на магазин, откуда прибыл мне данный смартфон, я оставлю в описании. А там смотрите цены. Они частенько меняются на Алиэкспресс. С вами был Смарт Плюс. Подписывайтесь на канал, чтобы знать больше о мире технологий и гаджетов. Всем пока, друзья!